Привет, мои дорогие и любимые, с вами снова Элина. Я снимаю с балкона, надеюсь, что будет не очень шумно. Я вся в синяках, потому что губы мне... Все мне разминали, короче, губы мне испортили в хламину. Те, кто писали нехорошие вещи, были правы. Но об этом в другом видео, потому что это видео не о губах, как и все мои последние, не знаю, куча видео. Все, только губы, 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 мне само это дико надоело, и я хочу поговорить с вами о любви и романтике, друзья. Но эта история не о любви, но о свиданиях, потому что давно мы с вами не говорили на тему свиданий, и давно у меня их на самом деле не было, но я не перестаю общаться с парнями, хотя, честно сказать, перестаю, потому что мне надоело, реально. Но, когда я только вернулась из Голландии, я общалась с одним парнем, но что-то пошло не так, мы общались с ним два месяца, если не дольше, и, в общем, сегодня я хочу вам рассказать эту историю. Итак, я приехала... Кстати, ужасный свет здесь, я не знаю, куда поставить телефон. У меня какие-то дикие мешки прям, так что нет, не терчайте, я не настолько плохо выгляжу на свет, ужасе. Ну так вот, поехали уже на историю. Я приехала в Россию. После Голландии, естественно, сразу же начала искать кого-то нового, нового жертвы, так сказать. Я в последнее время очень люблю, когда мужчина активен, когда он сразу обещает, когда у него сразу правильно встают мысли, пусть пока что и только слова и мысли, но, по крайней мере, они у него есть. И я люблю, когда... Знаете, что ты там копаешь? Эй! Я люблю, когда мне пишут каждый день. Вот для меня это очень важно, потому что за этот год я поняла, что есть много парней, которые классные, но они не дают внимания того, которое мне нужно. Они не очень активные, они пропадают, появляются. Короче, вы знаете, я думаю, таких парней встречали все. Так вот, я нашла на знакомствах парня, точнее, он меня нашел, короче, не важно, кто кого нашел. И мы с ним сразу вот начали общаться каждый день, сразу начали созваниваться. Парень молодой, он меня, по-моему, даже моложе чуть-чуть, мне кажется. По-моему, может быть, лет 29, я что-то даже здесь зазабыла. Он занимается тем же, чем занимался мой бывший муж, и это было очень прикольное совпадение, это было не единственное совпадение. По-моему, даже когда-то мой бывший покупал у него машину. Вот, очень-очень забавная история. Парень, я так понимаю, довольно обеспеченный, то есть все нормально у него, симпатичный тогда мне показалось. Сейчас как-то я начала понимать, что, может быть, не настолько он мне симпатичен, но, в принципе, симпатичный, короче. Очень все совпало, мы начали постоянно общаться. И знаете, я поняла, что, короче, этот человек начал мне рассказывать все про свою работу. И я думаю, что почти все бизнесмены делают какие-то хитрости, обманывают, мухлюют. Явно это мой муж бывший тоже делал, но я про это никогда не знала, потому что он всегда говорил, это не твое дело, не лезь в него. То этот мальчик начал мне сразу все рассказывать, какие-то мух лежит, что он там делает, то там счетчики они скручивают, то еще что-то. Но, короче, в общем, в общем, я поняла, что, наверное, я не хочу это знать. Потом его друзья вообще решили организовать бизнес, когда они продают маски, но при этом им присылают деньги за маски, но при этом маски они не высылают. И он говорит, может быть, ты хочешь тоже такой бизнес открыть в России? Я говорю, ты что, больной? И, короче, ну я у него там накатила бочек, он в итоге говорит, что, блин, да, ты права, я с этими бизнесами совсем потерялся человеческое, думаю только, где бы заработать денег, и еще этот кризис сейчас там грядет, этот карантин, в общем, я даже не подумала о том, что это плохо, да, спасибо, ты мне открыла глаза, я этим заниматься тоже не буду и скажу друзьям нет. Кстати, их вроде как даже накрыли, кто-то мне говорил, не знаю, по факту. В общем, и постепенно он начал раскрываться, как не очень хороший человек, понимаете? И одно дело, когда ты это ничего не знаешь, понятно, что все бизнесмены каким-то как минимум легким мухляжом занимаются, но когда ты начинаешь узнавать детали, с одной стороны, приятно, что человек тебе все рассказывает, и с друзьями тоже, он меня там с какими-то знакомил своими уже по телефону и так далее, то есть постоянно мы на связи, все. Вначале у меня прям было такое чувство практически влюбленности, то есть я ходила, еще тогда было холодно, я же в конце февраля приехала, и вот постепенно начинало теплить, и вот у меня общение, парень, который постоянно мне звонит, пишет, в общем, вроде как все кайфово. Постепенно меня начало как-то подбешивать, и нам как-то стало скучно разговаривать, потому что мне каждый день спрашивало одно и то же, как дела и что ты сегодня собираешься делать. Плюс у него тоже не очень такой хороший уровень английского, конечно, чуть получше, чем у моего швейцарца, но тоже не очень, и, короче, вот это вот, меня начало дико бесить эти мужчины, I don't can, как мы их называем. В общем, кто знает английский, тут поймет, что I don't can говорит нельзя. Это два глагола вместе, ну да ладно. У меня начало как-то постепенно это все подбешивать, хотя, кстати, изначально мы с ним собирались еще ехать в Турцию, до закрытия границ мы еще хотели успеть, когда карантин вот уже начинался, да, но как бы еще так. Прямо же мы выбирали с ним, он как-то выбирает любую самую крутую гостиницу, какую только хочешь, и, собственно, мы должны были встретиться, уже все было на мази, ну, буквально дня-два, и закрыли страны на карантин. Так что мне в этом плане не повезло. В общем, так мы и не встретились. Он мне, кстати, обещал помочь и с билетами домой, и помог, хотел помочь мне сделать рабочую визу, устроить меня к себе работать, в общем, там чего только не было. Я понимаю, что, конечно, многие парни бла-бла-бла делают, но, по крайней мере, знаете, когда есть уже хотя бы направление мысли в нужную сторону, это уже очень неплохо. Потому что некоторые говорят, а, ну ладно, ты не в Абстердаме сейчас, в России, ну, будешь в Абстердаме пиши. Увидимся. И всё, как бы, на этом общении. Поэтому, когда люди уже хотя бы в правильном направлении думают, для меня это уже очень важно, из этого, возможно, что-то может вылиться. Вот. Конечно, я понимаю, что, наверное, он такой полный, этот, по-мягче сказать, пиндабол, что это было всё какое-то враньё, наверное. Потому что однажды мне захотелось цветочков по Ирине Верве. И я говорю, я хочу цветы. Говорю, пришли мне цветов. А он мне там что-то всё обещал, короче, что-то к ней обещал. И он, да-да-да-да-да-да. И всё, и тишина. То есть, прошло дня три, он разговаривает со мной мило, как ни в чём не бывало. Я понимаю, что я смотрю на него и думаю, цветы где? Я не могу прославиться, нормально общаться. Вот. Поэтому я второй раз зажучила, говорю, где цветы? Он такой, ой, да, забыл, что-то надо посмотреть, короче. Вот раз только с третьего. В общем, зашли эти цветы, и потом мне говорит, слушай, я посмотрела цветы, такие дорогущие, в общем, получилось, там, то ли он сказал 200 евро или 300, по-моему, 200. Короче, 200-300 евро, какая-то из этих цифр была, что у вас так дорого цветы стоят. Меня хотят нагреть, мне вообще плевать на деньги, да, деньги не вопрос, но я не хочу, чтобы меня дурили и на мне наваривали, типа, деньги. Вот. Давай лучше я тебе пришлю что-то из какой-нибудь одежды брендовой, может, часы, там, что-то тебе нравится. У меня друг в Германии продаёт брендовую одежду, у него свой бутик, он продаёт дешевле, он мне сделает скидку, как другу. То есть, вот это, знаете, вот голландское найти подешевле, вот это вот сэкономить, не хочу, чтобы они мне наваривались, вот это вот жесть, короче. И вообще, я говорю, а зачем ты мне называешь цены цветов? Я говорю, мне не интересны цены, я хочу цветочков. Я говорю, ну, как бы раньше присылали цветы, никогда не возникало вопросов, проблем, в плане, уже это дорого, или вообще проблем, что надо называть там цену. Я говорю, я даже понятия мне, сколько цветов стоит, говорю, и знать не хочу, это не моя проблема. Я хочу цветов. Зачем ты мне это говоришь? И в общем, я поняла, что он говорит, ну, если ты хочешь, я тебе пришлю эти сраные цветы, и я говорю, ну, с таким тоном мне точно никаких цветов у тебя не надо. Я говорю, ну, пришли, хорошо, что-нибудь брендовое. Ну, и в итоге тоже, конечно же, эти разговоры все закончились, никто ничего мне не прислал. При этом он периодически мне хвастался, что он себе там что-то хочет новое купить, там, новую машину купил, делать вообще нечего, полная скука. Когда был карантин, все было закрыто, он ездил, скупал всякие машины со скуки. То есть я понимаю, что у него реально есть время сделать что-то для меня, и он ничего не делает. Потом я начала замечать, что у него какие-то грязные ногти длинные. Ой, ну, я понимаю, что он работает, конечно, с автомобилями. Иногда что-то может быть он там делает сам, хотя это не точно. У него еще там какие-то бизнесы тоже есть, ну, неважно, короче, тоже связанные с этим делом. И, в общем, я понимаю, что ты можешь работать где-то, и у тебя могут быть грязные ногти, но почистить их можно. Просто я не могу представить, что я с мужиком разговариваю, у меня длинные, ну, ладно, длинные ногти, у меня так длинные, но когда у мужчины длинные ногти, мне кажется, нет ничего ужаснее, когда он за этим не следит. Я поняла, наверное, лучше, блин, пусть будет нарцисс, ну, это так, грубо говоря, чем будет недонарцисс. И я понимаю, что, конечно, мужика можно причесать, привязать, но, вот, знаете, не хочется встречаться с виньей и делать из него конфетку, как бы, если мужик даже тупо не может за собой следить, я говорю, по тебе сразу говорю, видно, что ты одинокий, у тебя ногти даже длинные. И я постоянно говорила, что он стриг ногти и чистил, но это уже было, знаете, ни в какие ворота, и мне же, как бы, тоже неудобно на таком еще начальном периоде говорить мужику постоянно что он стриг ногти, я его даже еще ни разу в жизни не видела. И, в общем, как-то вот начало меня все, уже я уже по себе вижу, что меня начало все подбешивать, я, может быть, раньше ногти тоже они были, я их не замечала, вот, я начала их замечать. И, в общем, конечно, как-то все так стало сходить на нет, и потом я убрала себе губы, и он мне начал названивать как-то не вовремя, я, по-моему, даже говорила ему, что я буду делать губы, как бы менять, но, в общем, как-то неожиданно, он позвонил, я думаю, блин, я сейчас такая взятая, не каждый из губ. В общем, я раза три его сбросила, и он, короче, куда-то сгасился, может быть, он подумал, что я его отслила. Потом у него начался сезон сейчас работы еще одной, и, в общем, куда-то он запропал. Ну, как бы, я с собой не расстроилась, потому что я поняла, что он, видимо, бла-бла-бла, и ничего больше, и, в принципе, поняла, что он меня уже не особо как-то впечатляет, по-мужски тоже, поэтому я спокойно одеслась ко всему. В итоге он сейчас, как-то раз в неделю, объявляется, и говорит, мне надо с тобой поговорить, мне надо с тобой обсудить, объяснить. И, в общем, он мне говорит, понимаешь, просто я не могу тебе каждый день писать, и нам же не о чем разговаривать, это сложно, вот в жизни все по-другому, а по телефону, просто я тебе звоню, я даже не знаю, о чем поговорить нам. Я говорю, боже, но если я, точнее, я первый раз написала, то что же все разъездили, бля? Я говорю, меня не интересуют мужчины, которые пропадают, на неделю, на две, и которые не могут мне прислать цветы. Он мне еще написал, почему? И типа, что, ну вот я не знаю, о чем поговорить с тобой, ты сама не пишешь, не звонишь, ничего не спрашиваешь. Я говорю, послушай, ну тем более, если ты даже со мной поговорить не о чем, зачем нам с тобой тогда вообще общаться, хотя я считаю, что у меня всегда есть о чем поговорить, но как бы должен быть как-то взаимный интерес, в принципе, он при меня особо ничего не знает, но он спрашивает все время только, чем я буду заниматься сегодня и как мне дела. Вот. В общем, видимо, там не шибко, очень много интеллекта у человека, я так думаю, что... Вот. И он мне сказал, что я тебе позвоню завтра и все объясню, там, куда я пропадала, всякое такое, я говорю, окей, хотя, если честно, но мне уже особо я перегорела, мне неинтересно, ну как бы ладно, ну фиг с ним. В итоге, на следующий день я начал мне присылать, что он бухает с друзьями в моем любимом городе, как же он называется-то, Хитхор, который город на воде в Голландии, прислал своего друга с голой писькой и прислал, что он купил себе новые часы с бриллиантами. Я говорю, а мне что? Он говорит, ну вот встретимся и тебе куплю, я думаю, ну естественно, конечно же, жду не дождусь, так сказать. Вот. Потом опять пропал, потом через несколько дней опять пишет, когда мы с тобой сможем поговорить? А, через день. И я говорю, вчера. Вот. И вот недавно он опять мне написал, через несколько дней. Ну, когда уже мы с тобой сможем поговорить, я говорю, какой смысл в этом все? И он опять, короче, не отвечает. Ну и вот, началась такая фигня. То есть, реально, было активное общение. Я просто, ну, к чему я это все рассказываю? Просто рассказать, что бывает всякое. На самом деле, и женщина перегорает, и многие мужики могут говорить бла-бла-бла. На самом деле, многие мужики могут говорить бла-бла-бла, в итоге это бла-бла-бла сделать. Такое тоже бывает. У меня муж так делал. Потому что мы с ним по уходу переписывались, были такие же вот мозготрахания с ней с заражением, но потом он начал что-то активно делать. Поэтому я думаю, что этот тоже мог бы делать. Но он то ли какой-то разбалованный вниманием мужским, женским, я не знаю, у него какое-то очень странное, неадекватное поведение. Я думаю, там не особо много интеллекта, видимо, умеет деньги воровать, не воровать, точнее, а зарабатывать, но хитрить. Короче, очень хитро попой, наверное, даже еще более хитро попой, пытаюсь говорить, более культурный язык, чем у бывшей. Очень забавно, у него даже фамилия, кстати, в этом же стиле. Как у бывшего моего. В общем, вот такая история, я так и не знаю, наверное, она уже, конечно, ничем не закончится, но начиналось и очень активно закончилось как-то так. Причем он говорил мне, я буду ждать тебя, сколько понадобится. И на самом деле, со многими мужчинами реально не о чем говорить сейчас. И не только с иностранцами, с русскими просто, я не знаю, что происходит. Люди не умеют строить диалог, не умеют как-то задавать вопросы, как-то, как дела, а хорошо, у меня тоже хорошо. Все, блин, ну что в этом мире происходит? В общем, не заключается, что я должна что-то еще сказать, но я не помню, что. Короче, этот человек слегка скрасил с одной стороны мой карантин, пару месяцев карантина, но с другой стороны я могла потратить эти дни на кого-то более стоящего и более подходящего мне, но почему-то я потратила на этого человека. И на самом деле, когда начинаешь с одним человеком общаться, то неохота общаться еще с кем-то другим. Вот я стараюсь поддерживать несколько контактов, но по факту получается всегда кто-то один. Делаешь акцент на одном, а остальные идут по обоку. Поэтому вот, короче, потратила это время вот так вот. Думаю, наверное, конечно, нет смысла такие контакты держать, хотя, может быть, когда-нибудь он мне вдруг с чем-то поможет. Он узнавал тоже там мне про рабочие визы и в итоге он мне так ничего и не сказал по факту, что там можно сделать. То есть, короче, такое вот пустое бла-бла-бла-бла было, понты, что у него есть. Еще он собирается, кстати, он уже купил новый дом, который состоит из двух домов и он будет жить вместе с своими родителями. Что с одной стороны, конечно, плюс, ну, хорошо, что заботится о родителях, потому что они становятся старенькими, типа, но с другой стороны, вот так садешься с ним и будешь вместе с его родителями вместе жить, что, конечно, не очень прикольно так-то, мне кажется. Вот я вспомнила еще, мне показалось, что у него как бы проблемы с алкоголем, потому что я уже, наверное, такое чувствую, потому что с этим неоднократно сталкивалась и он в этом не признается, но он постоянно с бутылочкой пива где-то у друзей, у себя дома и вот я по его состоянию почувствовала, что он довольно часто бухает, если говорить громым языком. Вот, это, конечно, меня тоже очень бесило, очень смутило, потому что есть парни, которые выпивают и как бы это нормально, а есть, которые постоянно пьют, ты как-то по ним чувствуешь, что они, я даже не знаю, как, может быть, на уровне инстинктов, они немножечко по-другому себя ведут и ты как-то чувствуешь, что, наверное, он бухарик, вот он постоянно чувствует, что он с бутылочкой выпивает и с утра он с похмелья, плохо выгляжу у меня похмелье и тихарится, когда он пьет, не пьет, даже пытался он вскрывать как-то, что он выпивал, когда я ему сказала, что мне не нравится, когда много пьют и у меня были проблемы в прошлом с мужчинами, с алкоголем, поэтому, если ты бухаешь, то ты мне не подходишь, он нет, нет, в общем, вот он тихарил это как-то и все равно, мне кажется, у него еще с этим тоже проблемы. Вот такая история, наверное, не шибко интересная, такое ощущение, что я пропустила какие-то фрагменты этой истории, но как-то так, потому что подумала, что давно я вам не рассказывала истории, в принципе, вот, наверное, за недавнее время это была такая основная история, конечно, были еще другие истории, я не общаюсь никогда только прям с одним человеком, больше ни с кем, но была такая история, вот, и то есть, этот человек, ему полностью нравится, как я выгляжу, он не будет стопорить меня, чтобы я что-то делала, не делала, он сказал, что да, абсолютно нормально, что мужчина содержит женщину, главное, чтобы женщина была в свое занятие, чтобы она была интересной, если не было о чем поговорить, там, чтобы не скучно было, вот, а так, я готова обеспечивать всю семью, и ля-ля-ля, то есть, были очень правильные слова, но в итоге, как-то все скатилось на какое-то не о чемство, и, ну, нам как-то стало скучно, наверное, друг от друга, даже не знаю, как это назвать, такая история, так что, пишите, что думаете, вот, надеюсь, все-таки было интересно послушать эту ссору, хотя она не настолько уж супер, наверное, интересная, но тем не менее, вот, и все-таки всем желаю, чтобы у вас были удачные истории любви, а мы с вами увидимся в следующем видео, надо снимать почаще, потому что я стала редко снимать ютус, и я знаю, что надо справляться, так что обязательно пишите, что вам интересно смотреть, и до встречи, пока!